На стадионе «Труд» и в физкультурно-оздоровительном комплексе «Звезда» прошел день открытых дверей городского военно-спортивного центра «Маргеловец». Мероприятие прошло при поддержке администрации города в рамках городской программы «Серпухов без наркотиков» и акции «Серпухов против террора» в память о погибших в Беслане. Первой частью стал турнир по полноконтактному спортивно-прикладному ножевому бою среди юношей и девушек старшей возрастной группы. В наш город приехали сильнейшие бойцы со всей России. С «Серпуховичами» сражались победители и призеры всероссийских и международных соревнований из Москвы, Калуги, Рязани, Подольска. Чтобы победить в таком бою, необходимо как можно больше поразить соперника в жизненно важные участки. Состязаются бойцы в специальной экипировке, защищающей спортсменов от серьезных травм. Такому бою и многому другому сегодня и учат юных «Серпуховичей» инструкторы «Маргеловца», многие из которых имеют боевой опыт. Ориентирование на местности, работа с оружием, как вести себя в экстремальных, в разных сложных ситуациях, штурмовый альпинизм. Члены клуба активно принимают участие в программе «Серпухов без наркотиков». Военно-патриотическая работа маргеловцев всегда находит поддержку городской администрации. Памятный знак с благодарностью за участие в деятельности и развитии центра был передан для главы города Дмитрия Жарикова, его заместителю Андрею Севрюгину. То, чему мальчишки и девчонки научились в центре, участники «Дня открытых дверей» увидели на площадке стадиона труд. Показательные выступления были посвящены памяти погибших в Беслане. Курсанты-инструкторы продемонстрировали зрителям такой класс подготовки, какой показывают взрослые десантники в воинских частях на экзаменах. Вся амуниция курсанта настоящая и весит соответственно. Тем не менее, в течение всего выступления мальчишки и девчонки не сбавляли темп. Завершающим и самым зрелищным моментом показательных выступлений стала работа группы захвата и уничтожения условных террористов. Сегодня центр «Маргеловец» открыт для всех мальчишек и девчонок, для кого спорт и патриотическое воспитание – не просто слова. И это очень важно. Продолжение следует...